Девушки отдыхают Геймплей может изменяться в режиме онлайн, но мы, естественно, в режиме онлайн играть не будем. Сейчас посмотрим, как-то все дело прогрузить. Средневековье. Средневековье, пишет нам игра. Опа! Да, жизнь в старом замке. Добрые были времена. И люди тогда были приветливее. Так, Паня, куда же деваться-то? Естественно. Я не знаю, будет ли она записываться прям на все окно или нет. А какие бывали пюры? О, да куда деваться. Какие девушки. Блин, как же, я не знаю. Я так давно в нее не играл. Я играл в нее как-то еще, по-моему, на рабочем камере. А кто-то тоже приходил. На рабочем камере? Мозги напрягать. Мозги напрягает стоит, смотри. Впрочем, это только на пользу. Ну, короче, давным-давно это было. На тебе! Помои вылили. И горшок ночной. А я не знаю, там слышно? Ну, наверное, слышно. Я попробую звук выправить, если чем. Как и счастливое было время. На-ка! Да, а еще были соседи. И соседи тоже были, да. Без них никуда. А в те времена-то, ты представляешься, постоянно же эта беда была. Всегда просто. Ну, собственно, Стронхолд. Стронхолд. Мое почтение. Ваша цитадель. Наша цитадель с тобой нас ждет. Так, у нас тут есть сражение, экономика, редактор карты и загрузить сохраненную игру. У меня их, по-моему, нету. Параметры. Что у меня тут есть? Параметры видео обалдеть можно. Тут больше ничего нету, кроме разрешения. Параметры игры, скорости, это мы, если что, с тобой сделаем. Я думаю, что побольше она будет. Но, я сразу оговорюсь, что я не какой-то непрофессионал в этих стратегиях. Могу тупить, могу долго и жестко топорылить и так далее. Надеюсь, что тебе нравятся подобные игры. Если... Да и в любые, в принципе, игры предлагай на стримы летсплеи. В группе ВВК желательно это делать. Если не в группе ВВК, то в комментариях под видео. Если нет по каким-то причинам, доступ к ВВК. Поехали, поехали сражения. Мне нужна военная кампания. Первый лагерь. Погнали. Часть первая. Гибель королевства. Когда король выступил в поход против варваров, по стране сразу же поползли слухи о готовящемся заговоре. А когда пришли вести о том, что король попал в плен, в стране сразу вспыхнула гражданская война. Несколько дворян, и в том числе ваш отец, решили остановить кровопролитие. Но когда они собрались вместе, чтобы провести переговоры, то были перебиты банды неизвестных. Раненые и измученные, вы с трудом добрались до всеми забытого полуострова, где собрались остатки верных королю войск. Хотя страна, видимо, потеряна, но, может быть, вам удастся хотя бы отомстить за отца. Миссия первая, первый лагерь, давай же. Там следует поторопиться. Нужно ковать железо, пока горячо. Только не это. У нас мало людей, нас просто перережут, как овец. Мы должны переждать и собрать все силы. Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей, и под покровом ночи мы проникнем на территорию врага, и... Нет-нет, послушайте. Наши люди вот-вот начнут голодать. Вот что мы должны сделать. Яростные споры продолжались далеко. Я должен комментировать от него. И, наконец, лорд Вудсак вызвал вас к себе. Сэр Лонгарн говорит, что хорошо знал вашего отца. Поэтому я дам вам шанс проявить себя. Пора вам попробовать себя в деле. Так, ну что, поехали. Поехали в наш первый лагерь. Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря. Найдите подходящую вырубку в лесу. Здесь достаточно дерева, чтобы начать постройку. Спасибо большое. Увеличить запас товаров до 20 мяса, запас товаров до 40 дерева. Нам нужно, чтобы вы организовали. Если что, это у нас подсказки. Это у нас, собственно, цели. И это у нас справочные сведения. Но они нам сейчас не нужны. Разместите ваш замок, милор. Обязательно. Обязательно. Так, тут можно строиться, если что, в режиме скрытия вот этих вот всех деревьев и так далее. Блин, как тут это все дело работает-то? Ой, обалдеть. Ой, обалдеть. Вот это графа. Вот это графа. Подожди, стой. А как-то тут можно... Вот. А, вот. Все. Вот это все можно было делать вот так. Что тут еще? Можно было делать вот так. Разместите ваш замок, милор. Да отстань ты со своим замком. Дай мне вспомнить, как это работает. Так. Ну, раз нам нужно дерево, мы его поближе к дереву сейчас где-нибудь разместим. Почему бы нет? Вот сюда вот. Постройте амбар, сэр. Обязательно. Конечно же, мы построим амбар с тобой. Без этого просто тоже никуда. Да, в амбаре у нас будут жить продукты. Продукты. Мясо. Ой, точнее, дерево лучше ставить. Лесозаготовительные вот эти вот как его? Лесопилки. Лучше ставить рядом с деревьями. Это я помню. Это я помню, потому что так быстрее он будет все это дело готовить. Так вот, у нас простаивают люди. Мы сразу тут побольше поставим всяких лесопилок. Всяких... Что тут еще нам надо-то? Нам нужны охотники. Охотники у нас будут рядом с амбаром. Охотничья избушка будет рядом с амбаром. Пускай разделывает быстрее всех этих всяких оленей, которых они там завалят. Что мы еще можем? Больше мы, по-моему, ничего не можем. Мы можем только ждать. У нас нет никаких тут волков, никаких угроз. Вроде нигде нет. Вроде бы нигде нет. Звук так пропадает. Смотри, раз. И пропал звук воды. Почему, я не знаю. Это не от меня зависящий фактор, поэтому я тут ничего сделать не могу. Так, что у нас там по заданию? Мясо 13, 40 дерева. Мы... Вот там толпы оленей бегают. Стадо, ста... Стадо, да? Стадо оленей. Стадо оленей бывает? Да, бывает, наверное. А как же не бывает? У нас простаивают люди, но я не хочу, на самом деле, тут тратиться сейчас, потому что тут осталось всего ничего. Осталось прям совсем чуть-чуть. Он уже сейчас... Вот все уже. Уже почти доделали. Давай мы еще увеличим скорость игры, потому что без этого просто никуда. Параметры, да? Параметры игры. И вот так вот мы сделаем с тобой. Применить. Хорош. Послание от вашего миссаря. Поблизости обнаружены звериные тропы. Хорошо. Звериные тропы, ладно, не зашибись. А у нас применилась скорость игры-то, я не понял. По-моему, все так же происходит. Ну-ка, подожди, стой. Я же сказал, применить. Вот, 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 вот. В таком темпе надо играть. Вот и все, вот и все, вот и вся любовь. Сейчас все будет, смотри. Сейчас мы еще вот этим ребятам, на самом деле, чуть-чуть еды-то, эээ, там видно? Там видно. Где у нас провизия? Провизия. Провизия 13-15. Послание от вашего миссаря. Разведчики докладывают, что поблизости бродят стаи волков. Нам нужно помещение для хранения припасов. Так я уже все сделал. Я уже все сделал. Давай мне быстрее. Давай говори мне то, что я уже все замутил. Тут хорошо, 54 дерева у меня есть. Осталось всего несколько кусков мяса. Четыре куска мяса, и все будет хорошо. Я надеюсь, что они не успеют сажать. Я не помню, как тут настраивать... Наш золотой запас стабилен. Да хрен с ним, с этим золотым запасом. А, вот тут. Запасы провизии убывают. Мы вот так вот сделаем просто, да и все. Урежем им рацион, чтобы они не жрали мясо наше. Запасы провизии пополняются, сэр. Ну так естественно, а как же ж. Че они там? Пес, сыр, кабыздох. Ждет. Сэр кабыздох ждет. Так, этот у нас что делает? Мы можем, в принципе, еще сделать всяких... Подожди, стой, назад. Да нет, нам смысла нету. Два мяса осталось. Все, победа. Победа. Мы все с тобой сделаем. Победа, ура! Четыре мяса дополнительно, 50 дерева дополнительно. Хорош. Общий счет 5 270. Ну можно мне... Блин, нечего. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Так, еще бы. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Это он меня идиотом назвал. Я уже не помню просто сюжет, но я примерно-то помню. Так, это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Хм, теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше. Ну что ж поделать, придется. А как иначе-то? Миссия вторая, постройка форта. Скоро у нас с тобой будет свой форт. Свой собственный форт. День ото дня лагерь подвергается нападению волков, а их постоянный вой не дает людям спать. Ситуация готова выйти из-под контроля, но тут возвращается разведчик лорда Ворсака, и теперь вас вызывает в палатку командиров. Сэр Лонгарн убедил меня дать вам еще шанс. Мы нашли остатки заброшенного форта. Каждую зиму это графство наводняет волки, так что вы должны привести форт в порядок как можно быстрее. Да так это же для нас не проблема. Сейчас провал может привести к катастрофе, так что будьте начеку. Увеличить запас товаров до 35 мяса достроить замок. Постройте амбар, сэр. Я не хочу слушать его, честно. Я точнее хотел послушать, но я пролюбил. Чтобы обеспечить безопасность людей, вы должны укрепить форт до наступления зимы. Пусть ваши лучники убьют как можно больше волков, угрожающих крестьян. Постройте амбар, сэр. Постройте амбар. Амбар у нас будет стоять где-нибудь тут. Мне кажется, что это самое лучшее место для амбара. Так, быстрее. Делаем вот так, вот так и вот так. И мясо, 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 мясо. Мясо у нас будет рядом с амбаром опять. Нужно дерево. Нужно дерево, конечно. Как же ж иначе. Вот, пускай, короче, бьет мясо. Эти ребята у нас строят дерево. Это лучники внезапно. А где у нас волки? Подожди. А вот волки. Раз волки, два волки, три волки. Больше нет волки? Ну-ка, убери. Ну вот эти вот три толпы, да? Все, хорошо. Хорошо уговорили. Сейчас мы достроим с тобой замок, когда мы дерево повесим. Так, лучников у меня больше нет. Мне нужно еще мясо. Еще мясо. Раз мясо. Уйди. Два мяса, вот так вот. У меня люди простаивают. Нужно еще два человека сделать. Два человека. Два человека у нас будут, наверное, на мясе. Хотя хрен его знает. Ладно, не суть. Подожди. Где у нас заборы? Заборы, вот они, заборы. Мы с тобой делаем вот так, чтобы нам было видно вообще, что происходит. И вот так вот. Раз. Хорош. Все, он тут больше не пройдет. Не пройдет. Теперь можно построить, на самом деле, малый деревянный барбакан. Бакан, почему бы, собственно, и нет. Можно сделать так, а можно сделать, подожди. Вот так, что ли? Подожди, а если я хочу вот на эту стену? Если я хочу на эту стену, почему я не могу себе такой позволить? А вот потому что не могу, и все. Вот как хочешь, так и живи с этим теперь. Он не лезет сюда. Послание от вашего пиццера. Волки идут, сэр. Волки идут. А что они нам? Ну идут и идут. Ну зачем вы туда лезете? Волки нападают в пилот. Не лезьте. Не вижу цели, сэр. Не вижу цели, сэр. Готовься. На-ка. Хорош. Приготовить стрелы. Вот и все. Вот и все ваши волки тоже мне. Волки, 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 волки. Будут ходить тут плакать. Так, еще один остался, кстати, человек, который может мне помочь, наверное, построить. Давай мы ему еще дерево построим. Давай еще дерево поставим, чтобы он спокойно нам все это дело делал. А зачем мне дерево-то? Блин. Мне не дерево надо, мне нужно вот это вот. Вот ж. А почему не хватает? Вот хватает, все. Все, теперь у меня, короче, все люди заняты. Четыре дерева, четыре лесопилки. Все нормально. Мы все достроили, поэтому нам нужно что? Нам осталось дождаться просто десяти мяса. Дерево, я не знаю теперь, куда оно надо. Можно, конечно, их... В принципе, можно это дело пока что сделать. Сейчас он нам сдаст дерево наше. Да хотя, какой смысл? Тут смысла нет. Можно, конечно, попробовать это сделать быстрее. Просто выключить деревья, выключить лесопилки. Вот, он будет сидеть типа у костра. То есть он будет незанятый человек уже, да? Запасы провизии пополняются, сэр. Двадцать шесть единиц. Хорош жрать-то столько. Опять половинный рацион. Опять половинный рацион, да. Так, стой, 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 стой. Сэр Кобыздох, бегает кругами. Ты кто такой? Нет налогов, это хорошо. Ну, может, вы заранее что-нибудь? Коздрынцын, охотник, охотится. Победа, собственно. Победа! Победа! Ура! Ну, по крайней мере, половину задания вы выполнили. Что значит половину? Прекрасно. Теперь, когда наши люди в безопасности, можно послать охотников в соседнее грабство и истребить волков окончательно. Я тоже думаю, что это стоит сделать. Но тут нужна осторожность. Соседнее грабство граничит с вражеской территорией. Так это тоже для нас не проблема. Миссия третья — истребление волков. Погнали, погнали. Вам придется потренировать в стрельбе наших новобранцев. Волки обитают в соседнем грабстве. Найдите их логово и уничтожьте. Тут либо мы, либо они. Найдите какой-нибудь холм и закрепитесь на его вершине, построив нормандский замок. Это место патрулирует герцог Деппюс по прозвищу Крыса. Его шпионы ни в коем случае не должны вас выследить. Против него нам пока не устоять. И если встретите эту крысу, оставьте его мне. Такой голос обалдеть. Я тебе говорю, это прямо вот из детства. Постройте нормандский замок и укрепите его, добавив несколько башен. Начните производство луков и тренировки лучников, чтобы уничтожить разгулявшихся волков. Хорошо. Разместите ваш замок, Лилур. Подсказки пока мы не смотрим. Пока что. Давай сделаем так, смотри. Мы, естественно, нашли холм, о котором нам говорит... О, я все придумал. Постройте амбар. Я все придумал, смотри. Смотри, сейчас ставлю амбар. Подожди, стой, где? Вот сюда куда-нибудь. И раз. Хорошо. Амбар поставили. Теперь мы с тобой вот этот вот брод. Это брод, если что. Мы с тобой его обязательно... Послание от вашего писаря. Ну, идите. Нужно действовать быстрее. Эти волки просто повсюду. А почему я поставить не могу? Вот, хорошо. Это наши казармы. Вот это наша оружейная. Теперь мы с тобой ставим вот это все дело. Как оно там называется? Это нельзя здесь разместить. Ой-ой-ой, зря я сделал. Тут очень близко волк. Очень близко волк. Волчара просто рядом. Очень рядом. Подожди, стой. Вот сюда вот мы его поставим. Раз. Нужно дерево. Нужно дерево, конечно же. Нужно дерево. Нужно дерево. Потом мы делаем мастерскую стрельника. Единственное, что у нас... А, у нас есть 500 золота. Все, хорошо. У нас есть 500 золота. Поэтому мы можем целых 5 мастерских стрельника сделать. И будет вообще все замечательно. Ну, 5 мы, наверное, делать не будем. Хотя хрен его знает, как мы там будем делать. Тут непонятно. Надо же тоже. Давайте быстрее. Быстрее доски мне давайте. Мне нужно дерево. Насколько же эта игруха была прекрасна. Да она сейчас, вот я тебе говорю, я в нее возвращаюсь просто действительно с какой-то, ну не знаю, с радостью что ли. То есть это было здорово. Это было интересно. Это было прикольно. Это было прям что-то. Я не знаю почему. Вот мне сейчас, мне кажется, то что... Ну, может быть, я, конечно, предвзято как-то сейчас ко всему этому делу отношусь. Вот, и для нас тогда это все было в новинку относительно. То есть вот это вот, это была обалденная графика, я тебе скажу. Это было что-то просто, нихрена себе. Насколько тут вон всякие люди там что-то делают, там сами мутят. Подожди, а можно мне еще плюс... А, нет, нельзя, по-моему. Так, что... Ой, дерево уже есть. Дерево есть, а я тут что-то заговорился. Ну, я тебе говорю, ностальгия. Ностальгируем. Ностальгируем на канале, собственно. Вот. Я надеюсь то, что ты не забыл подписаться и поставить палец вверх, если еще не сделал этого. Прямо прожимай, бей в колокол обязательно, чтобы узнавать об обновлениях в самых первых, собственно, рядах. А чтобы еще, вот есть первые ряды, а есть еще, наверное, первые. А чтобы еще первые быть, заходи в группу ВК, потому что в группе ВК будет вся информация по поводу развития канала. Вот. Потому что что? Потому что YouTube очень редко, ну, точнее, бывает у него такое, что он не завозит обновления. Вот, смотри, как мы сделаем с тобой. Мы сейчас сделаем вот так. Вот так, вот так, вот так. Это, если что, я ставлю чистокол. Ну, не потому что он чистый, а потому что он частый. Если вдруг кто... Ну, как бы, если вдруг кто не в курсе, почему он чистоколом называется. Ну, и, по крайней мере, мне так кажется. Я, конечно, не уверен. Дерево вот обойдем, обогнем. Что-то тут не ставится. Короче, ладно, несу. Все, теперь волки до нас не доберутся с тобой. Они до нас просто не смогут добраться. Ой, охренеть, сколько у меня мяса. И охренеть, как мало у меня оружия. У меня его просто нету. Просто... Появились люди допюсов. Нельзя позволить им выдать наше местоположение. Вы обалдели, что ли? Когда они успели... Что за лагал вот так все? Что происходит? Не надо, не надо. Ну, все. Ну, вот один лучник пришел, и все, и звезда. Ну-ка, иди сюда. Три лучника пришло. Пойдем валить их. Ну, другого варианта нету. Только королем придется. Только силами лорда. Я же лорд. Нас атакуют! Нас атакуют, да. Я не знаю, лорд я или нет. Но у меня нету... Ну, да, меня милордом называют. Значит, я лорд, наверное. У меня нету другого пока что варианта. Потому что у меня нету пока что оружия. Вот у меня появится оружие. Это нельзя послание от вашего писаря. Волки идут, сэр! Какие волки-то идут? То, что... А, вон волк идет, да, действительно. Не хватает реку тут, сэр. Волки нападают, пилот! Иди сюда быстрее! Иди сюда быстрее! Я забыл, я забыл. Пока тут трынделся... А, все, он уже всех разобрал. Хорошо, младец. Ух ты, нихрена. У меня прям этого, как его сказать... Голоса не хватает. Так, мы делаем где-нибудь на отшибе вот эти дома, потому что в домах особо ничего интересного не будет. Не хватает оружия, сэр. У меня есть два лучника. Два лучника идут... Нет, два лучника пока не идут сюда. Два лучника идут вот примерно куда-то вот, наверное, вот сюда, да? Лучники готовы! Лучники готовы! И разбирают, просто разбирают всех волков. На-ка! Мой лук к вашим услугам! Мой лук к вашим услугам! Хорошо, волки к нам не пройдут, поэтому это... Я не знаю, это не бак, а пича, как говорится. Поэтому что тут? Ну что я могу с этим сделать? Они к нам пройти не могут. Иди сюда! У меня очень много людей. Прям очень много людей. Милор, мы идем! Я поставил два дома? Да, я поставил зачем-то два дома. Я не знаю, зачем я это сделал. Но мы можем с тобой еще тогда попустить этих всех людей на мясо-заготовительные... Как они там называются? На охотничью избушку. Мясо-комбинат, короче. Так. Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Какие будут указания? Давай, иди сюда. Мы уже в пути! Они уже в пути. Это не может не радовать. Сколько у нас времени прошло? Время прошло нормально. Поэтому мы можем... Вот, минус волки. Минус еще волки. Целься, точнее! Вот, волков мы сейчас всех тут разлюбим. Это не проблема совершенно. Приготовить стрелы! Приготовить стрелы. Блин, как круто, как круто. Целься! Опа! И что мне надо сделать? Избавиться от волков. Ну, так я же от них избавился. Победа! Все, хорошо. Вот и вся любовь. Победа! Победа! Ура! Потери войск. Зашибись. Ноль процентов. Хорошо, что эти крысиные шпионы прожили недостаточно долго, чтобы доложить о нас. Но боюсь, что их скоро хватится. Тан-тан-тан... Тан-тан-тан... численности его армии. Но ни при каких обстоятельствах не сообщайте лорду Вулцаку о завершении миссии. Ну, хорошо. Крыса родился в землях, принадлежащих семейству Депюсов. К его матери герцог Депюс был особенно милостив, освободив ее от налогов. Так что ни она, ни ребенок никогда не знали нищеты. Однажды к их дому подъехал посланец, сообщивший, что настоящий отец крысы сам герцог Депюс, в доме которого мать юноши когда-то прислуживала. Вся семья Депюсов трагически погибла в кораблекрушении. И единственным наследником титула и земель оказался крыса. Он получается баста. Найдите на границе владений герцога Депюса подходящую возвышенность и начните строить заставу. Деревянный замок обеспечит лучшую защиту. Возьмите с собой скот. Там неплохие пастбища. Не давайте врагу себя обнаружить, но если это случится, пусть не останется никого, кто мог бы о вас доложить. Размещение на холмах даст вашим лучникам преимущество. Нет, а мы тоже помним, и поэтому я в подсказке пока не вижу. Разместите ваш замок, милорд. Разместите ваш замок, милорд. Так, замок, 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 замок. Идет сюда, наверное, да? Да. Замок у нас будет где-то тут, вот куда-нибудь, вот сюда. Постройте амбар, сэр. Амбар мы поставим сюда. Да? Да. Амбар мы поставим сюда, ресурсы сразу добываем, добываем ресурсы. Без ресурсов просто никуда. 34 у нас есть. Хорошо. Теперь мы с тобой ставим молочную ферму. Молочная ферма, если что, делает сыр. Вот так вот. Даже целых три мы их поставим, чтобы у нас еды просто навалом было. Чтобы в средние века люди вот просто обжирались, я не знаю. Потому что они от нас не уходили никуда. Но зато мы сделаем вот так. Мы, наверное, сделаем побольше рациона сейчас, когда у нас будет тут... Что у нас там? Что нам надо? Нам нужна мастерская стрельника. Мастерская... Дерево. Дерево нужно. Дерево нужно. Сейчас эти ребята нам быстрее... Вот он уже понес. Один. Еще двое сейчас принесут нам по три дерева, да? По три или по шесть, или по сколько? Тринадцать. Смотри, вот один сколько приносит. Я уже просто... Я не помню всех вот этих цифр. Мы когда-то прям заморачивались по этой игре. Это было что-то просто. А, нихрена себе он приносит. Тридцать семь. Хорош. Так, сразу ставим... Это сюда. Где у нас там... Это оружейное... Сюда... Наверное, куда-нибудь. Раз. Хорошо. Нужно дерево. Конечно же нужно дерево. Конечно нужно дерево. Без дерева никуда. Дерево это жизнь. Вот. Потом мы с тобой вот этот вот холм весь заделаем, естественно. Мы сейчас будем этот холм весь просто вот делать. Ну, конечно. Два. Два дерева осталось. А че это они у меня тут просто так-то сидят? Вы что, охренели что ли? Совсем тут уже? Так, этот дружище нам луки делает. Все хорошо. Луки делают. Значит... Нужно дерево. Как дерево? Какое дерево? Не может быть, чтобы тебе нужно было дерево. Давай быстрее. Вот, короче. Это нельзя здесь разместить, милон. Как же, нельзя, когда нельзя. Так, коровы мычат. С коровами все хорошо. У коров молочник работает. Все здорово. Все прекрасно. Ждем ваших приказов. Мы одного лучника пока поставим сюда. Лучника поставим сюда. Блин, у меня такое ощущение, что время немного прошло. Но у меня там еще надо будет вырезать, а я не знаю, сколько вырезать. Ладно, посмотрим. Посмотрим, короче. Это не так страшно. Я говорю... Я не знаю, как это будет смотреться, понимаешь? Я вот особо... Я в этом немного не понимаю, наверное. Вот. Было бы хорошо, если бы я понимал. Ждем ваших приказов. Так, смотри. Мы сделаем, наверное, увеличенный рацион. Плюс 4. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Налоги. Минус 4. Вот так вот. Напасы золота неуклонно растут, сэр. Да, получается 8 монет мы будем зарабатывать на этом. А эти монеты у нас пойдут на, собственно, государственные нужды. Нужды. Куда же еще? Куда же еще? Поэтому мы берем, делаем вот тут вот дом. Этот дом у нас приносит этих людей. Эти люди. Делаем ваших приказов. А, вот же еще. Мне нужна еще мастерская стрельника. Нужна срочно. Смотри. Прямо рядом поставим ее. Оп. Вот так вот. Хорош. Хорош. Дерево у нас есть. Дерево есть. Поехали строить стены. Стены мы с тобой построим. Я вот только не понимаю, где они могут пройти, где они не могут пройти. Это, наверное, проблема. Поэтому я прямо отсюда буду стену свою строить. Вот так вот построю. Я вот как хочу, так и строю. Так что не надо. Вот это мне тут. Во. 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 Хорош. Нет, не хорош. Мне вот это не нравится. Вот это мне не нравится. Вторым рядом надо делать. Теперь мы ставим сюда какой-нибудь, допустим, условно, барбакан, так называемый, да? Смотри. Раз. Хорош. Они нас обнаружили, сэр. Какие будут распоряжения? Кто нас обнаружил? Покажи нам его. Это вот это вот нас обнаружили? И вот ты что ты. Что ты так боишься? Что ж таким страшным голосом об этом говоришь? Лорд. Уже идем. Тогда мы ставим башню сюда. Вот смотри. Раз. Вот так. Раз. А эти ребята, а ну-ка давай, валите их. Валите их. Целься точнее. Хорош. Они до нас, не, ну они до нас, конечно, дойдут. Я слишком просто построился. Вот и все. Они как бы никуда. Ну вот что? Ну что тут такого? Что тут может быть такого страшного? Так. Сыр у нас есть. Давай еще на всякий случай поставим. Почему бы нет? Пускай она работает. Это нас никак с тобой не смущает. Плюс мы сделаем еще одну мастерскую. Благо денег у нас хватает. 122 монетки. Хорошо. Идем в ваших приказах. Плюс два лучника. Эти лучники у нас, они все пойдут у нас на башне, на Барбакан. Он же Барбакан? Да, Барбакан. Ремонт. Отремонтировали Барбакан и вообще все замечательно. Дерево есть. Мы, короче, мы сейчас в шоколаде просто. Такого замка поди найди. У нас все хорошо. У нас люди вам прозябают, ходят. Им заняться. Доброе утро, ваше светое. Коров поразила какая-то болезнь, милун. Коров поразила какая-то болезнь, конечно. Естественно, начинается. Но ничего, они выздоровеют, наверное, я уж надеюсь. Не хватает, а? Ой, нет, там корова, по-моему, померла. Не хватает оружия. Лучники готовы. Ну, а что я с этим сделаю? Блин, надо быстрее, чтобы они делали это все. Идем в ваших приказах. Не потому, что без лучников, по-моему, просто никуда. Может он... Нет, я не знаю. Я не хочу переставлять с нормальной сложности там на какую-нибудь сложную-сложную. А что у нас... Ладно, я вот у меня просто подмывает в подсказку залезть вообще, посмотреть, что они там пишут. Но я не хочу. Я точнее хочу, но не буду вот так. Вот да, вот такое я. Блин, мне кажется, очень долго мы уже с тобой тут сидим. Ну, это ладно, это посмотрим. Это будем посмотреть, потому что я еще не знаю, когда даже эта серия, честно говоря, выйдет. Ждем ваших приказов. Ну, потому что вот так вот. Разведчики сообщают, что к нам движется еще один отряд людей-крысы. Мы готовы их встретить? Конечно, готовы. Подожди, а что так лагает? Когда вот разведчики сообщают... О, смотри, как все залагало. Вот что это было? То есть все было нормально-нормально, потом херрак, и на тебе, как лаганет, как лаганет. Так, еды нет, еды нет. Почему нет еды-то? Вы что, тут обалдели, что ли? Просто так сидят, смотри, жрут, и все. Просто сидят и жрут. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Что же у меня там войска-то? Тех войск у этого крысы. Мы уже в пути. Что тут по войскам? Да это хрень все. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Вот мы подвалушек с тобой так делаем, и хорошо. Давайте, мужики, валите их на бок. Во! Правильно-правильно, никого нахер не оставляйте. Тоже мне пришли. Смотри, какие. Просто так решили мне тут мой форт взять. Охренели? Совсем уже? Ну, я вам покажу. Так, по еде. Провизия осталось мало. По еде грустновато все. По еде грустновато. Но нам и деньги не нужны. Запасы золота неуклонно растут. Мы можем сделать вот так. Поэтому что нам стоит? А, популярность, скорее всего. Да, минус два налога. Мой лор. Запасы золота неуклонно растут. Налоги не популярны. Идем ваших приказов. Почему постоянно по два лучника всего? Мы идем. Что они так медленно делают это все дело? А, вон еще. Еще один появился. Хорошо. Лучники готовы. Мы уже в пути. Вот. В общем, в то время до крайней битвы-то осталось совсем чуть-чуть. Ну, это для нас на самом деле не страшно совершенно. Ее мы определенно переживем. К вашим услугам. Мой лук к вашим услугам. Хорош. Куда ты побежал? Уже идем. А, все, он уже прибежал. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Давай быстрее. Где он там приближается? Это ж надо быстрее все делать. Сто пи... Ооо. Не, я не буду сюда ставить. Они будут убивать моих людей. Я не хочу. Я не хочу, я ж добрый лорд. У меня навалом просто всего. У меня навалом дерево. У меня навалом сыра. У меня навалом лук этих мастерских стрельников. Нас атакуют войска крысы. Да что ты рассказываешь? Милор, мы идем. Куда ж деваться-то? Где же они там? Ну, они какими-то кучками совсем маленькими приходят. Но это я говорю, это из-за уровня сложности. А потом я могу забыть. Я могу забыть переделать это все делать. Не хватает оружия, сэр. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Да? Мы уже в пути. Вот они, идут себе. Идут они, значит, на меня копейщиками своими. Ну, кстати, копейщики тоже такие войска. Хотя хрен его знает. Ну, ближним бою, понятно, но им еще надо дойти. А они дойти не могут. Ооо, ооо, я думал, убежит. Я думал, убежит, я тебе говорю. Я уже все. А, это еще не крайняя битва была. А что будет, если я прям тут переставлю? Можно мне переставить? А, нельзя. Можем еще башню поставить? Почему бы нет? У нас есть еще башня. У нас материалы просто на вал. Что нам стоит? А мы можем сюда башню поставить. Можем сюда. Смысла нет никакого. Пускай вот эти лучники у нас будут сидеть вот тут. У нас 140 монет, 18 из 18 человек, поэтому я тебе говорю, у нас просто всего... Мы на данный момент, мы зажиточные. У нас провизий больше, чем нужно. Плюс народу у нас больше, чем нужно. Что-то неладно, сэр, и с другими кровами. Он толкает речи всякие, ждет эти, рассказывает анекдоты, бездельничает. Чарли с буренкой, говорит, что-то неладно. С буренкой что-то неладно. Он опять бездельничает, Карл Чим. Небольшой отряд рысой приближается к замку. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. А что никуда не лезет? Не залазит у меня. Войска уже просто на башни залезть не могут. Их настолько много там, это охренит. Где, 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 где эти крысы? Нас атакуют войска крысы. Во, погнали. Вы поедете сегодня, нет? Давайте, мужики. Че стоите? Во, побежали. А эти че в ры... А, вот они. Они двумя пачками решили пойти. Смотри. Ну вот и все, вот и все, вот и все. Склад заполнен. У нас даже склад заполнен, ты понимаешь? В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Ну это не страшно. Это не страшно. Все, нет? Да! Как так-то? Я ж думал уже все, а тут не все. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. И будут указания. Мне что-то казалось, тут меньше времени проходило до крайней биты. Ну ладно, посмотрим. Ну как бы, че делать? Айви Кастер, дитя, играет в ладошки. Так, а это кто? Нас атакуют воська крысы! Вот они, наконец-то. И это вся пачка опять. Че ж вы такими маленькими пачками такое? Ну там потом будут миссии и миссии прям. Меня особенно осада не нравится. Вот осада, мне кажется, она прям на всю серию растянется. Вот там я буду гореть. Тут есть вот пару миссий с этой осадой, по-моему. Мне она так не нравится, это ужас. То есть осада это когда я должен напасть на замок, на защищенный и за определенное время. То есть если бы тебе дали время там подумать, как-то размеренно все это сделать. Враги не выдержали нашего нафига. Ты же просто сбежали, сэр. Мы не успели их поймать. И они наверняка нас выдадут. Как это не успели? Ты всех завалил. Так не бывает. Да блин, почему так вот опять? Победа! Победа, хорош. Вы храбро перебили множество патрулей крысы. Но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога Депюса и раскрыть ваше местоположение. Вот так вот бывает. Давай, собственно говоря, на этом закончим. Я что-то, по-моему, заигрался. Очень большая серия вышла. Я надеюсь, что я там основные моменты оставлю, а многое вырежу. Потому что что-то очень много просто. Очень много таймлайна будет. Вот. Так что, если тебе нравятся игрушки, еще раз напоминаю, не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео. Приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь. Ты же лидер и личность. Помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok